Ну, кому-то может показаться с испугу, что та тема, которая была в прошлый раз, она не очень популярная, какая не очень приятная. На самом деле, то, что мы обсуждали в прошлый раз, по сравнению с тем, что мы будем обсуждать сегодня, это была, да, приятная история. Несмотря на все сложности и на все вопросы, которые она подняла. Девятая глава книги Судей, уважаемые евреи, отличается тем, что, во-первых, редко цитируется, и из-за этого о том, что в ней происходит, мало кто знает. Во-вторых, отличается она тем, что не совсем понятно вообще, зачем она написана. Потому что ужасные события, излагаемые в ней, ужасные события, они на самом деле происходили в истории человечества всю дорогу, постоянно. Это глава о людях, которые делают то, что называется нормальную политику. О людях, которые этой политикой занимаются, которые ее строят, и, как это обычно бывало и бывает, не останавливаются, не верят. Почему-то эти люди становятся героями девятой главы святой книги. Это же святая книга, это не просто исторический обзор про душегубов и негодяев. Это святая книга, и вдруг в ней излагаются такие события. Это вторая вещь, которая, безусловно, отличает эту главу. И третье, наверное, что отличает эту главу, это все-таки центральная личность этой главы, человек во имени Адри Мелек, которого почему-то назвал Гидон, бывший судья, тогдашний судья, назвал его именем, которое носили в основном дне евреи. И еврейский царь Адри Мелек Мелек Пештин, царь палестинцев, носил это именем. И почему-то Гидон тоже назвал его этим именем. И что он хотел, когда называл таким именем ребенка, мы тоже должны понять, потому что, как мы уже с вами выяснили, Гидон при всех сложностях его личности, потому что мы до сих пор не понимаем, вот тот замечательный трофей, который он изготовил после победы, из золота, добытого, снятого с погибших врагов, этот трофей, он был идолопоклонским изначальным, Гидон сам участковал в том, что этот трофей был идолопоклонским. Тогда совсем ничего не понятно. Или он не был изначальным, он был идолопоклонским, но потом стал использоваться как угодно. В общем, ничего хорошего не получилось в этой трофеи. То есть были облачки такие незаметные на чистом небосклоне личности Гидона. Тем не менее, это был великий человек, который говорил с Богом, который был избран для спасения еврейского народа, и он был в руках. Он не просто не очень правильно называет своего ребенка, но этот ребенок становится чудовищным. Давайте мы сначала просто пройдем текст. Вот просто с минимальными комментариями пройдем, что там случилось. Потом попытаемся более-менее детально разобраться в этой главе. Перед самым концом восьмой главы написано, что умирает Гидон Эдош. Гидон умирает, его хоронят в Афре, там, где он жил, с отцом, в корене Монаше. И после того, как Гидон умирает, евреи возвращаются к Эдолу Павловску. Делают они это очень быстро, и даже изобретают себе некого нового Бога. Здесь, наверное, надо подробно остановиться, но я очень коротко, потому что очень много всяких информации, и мы к этому не вернемся. Бог называется Бааль-Брид, не больше, не меньше. Бааль-Брид у севрейского языка это владелец союза Брид, как Брид-Милан, как союз обрезанного. Громкое имя, красивое имя дали идолу. И его специально вот евреи сделали себе башхот. Значит, что это было за идол? Откуда его взять? С одной стороны, он был как Бааль, как эти Баалы, которым они поклонялись. То есть, изначально он был заинственным, но у него уже были неповторимые еврейские черты, он уже был изгиблен еврейским полосом, он как-то похожий на еврею уже. Его уже обозвали словом Брид, союз. То есть, это был приватизированный чужой Бог, который был немножечко изменен. Служба, видимо, была как-то ему немножко изменена. И с огромным энтузиазмом, в особенности в обоих коленах Иосифа, Ивана Шея и Фраева, начали исповедовать этого Бога. Надо заметить, что когда евреев выдумывает сам глупокос, он даже с большей энергией в это глупокосство включается, чем если заинствует какое-то готовое чужое. Потому что, когда ты сам участвовал в изготовлении очередного изма, очередной идеологии, она тебе становится очень дорогой и важной. Это то, что было сделано сразу после Гидома. После этого хладнокровно книга констатирует в конце 8 главы, «Что евреи забыли своего Бога, который спасал их от врагов, и не сделали милости с домом Ерубаала, запитая Гидом». Вы знаете, что Ерубаала и Гидом – это два имени одного и того же человека. Ерубаалом называется. Почему? Потому что он боролся с Баалом. Ерубаал приносил жертву неправильно, как мы помним, нарушающий запреты Тора и Гидома Баклоновского, которому раскамбрали, рубил дрова из Ерубааловского дерева. То есть он уничтожал всякие артефакты, связанные с Баалами, и использовал их для жертвоприношения Всевышнему по приказу сверху. Поэтому он назывался Ерубаалом. Здесь написано, что евреи не сделали милость с домом Ерубаала, запитая Гидом. Почему? Оба им употреблены. Объясняет здесь Мальбер, что то, что они не сделали милость с Ерубаалом, означает, что перестали поклоняться Творцу и вернулись к Баалам, несмотря на то, что Гидом с ними воевал, с этими Баалами. И то, что они сделали милость с Ерубаалом, это просто потому, что человек же в конце концов прогнал медьян, прогнал захватчиков, которые не давали евреевым элементарно хуже. То есть отбирали еду, мы с вами все это обсуждали подробно. Он сделал очень много еврейского народа, освободил еврейский народ. И ему это не вспомнили во благо, забыли его. Как же ему это забыли? Сказа была уже указана выше. В городе Шхем у Гидона была наложница. Здесь придется остановиться на этой деликатной и несколько болезненной теме, что такое наложница и почему она была у Гидона. Мы с вами знаем, что у него было много родов, отчих. У него было ни две, ни три, даже ни четыре точно жены. Сколько точно никто не помнит и не знает. У него было 70 сыновей. Дочек вообще никто не считал. Очень. То есть это был человек, который постоянно производил евреев. Значит, много же он написан в этой восьмой главе. Зачем тебе еще наложить? Почему ты не можешь на этой же женщине, которая находится в шхеме, тоже жениться? Тем более, что жениться это быстро. И это не нужно, как вот сейчас делают, совершенно не обязательно делать. Как Рюбин Рюбицек Зимбер говорит, вы знаете, этот царь, что у меня дома есть и печенье, и зеленый, и водка. И хватал жениха за руку и тащил его. Собирал миньяны с соседей и устраивал свадьбу. Понимаете? То есть платье, ничего, никаких приготовлений. Потому что бицва, и нечего голову морочить. И два месяца жить это платье. И три часа стоять переделком один раз, еще пять часов переделком второй раз. Морочить голову, плакать, кричать, скандалить. Зачем это все нужно, и только денег еще тратить за руку. Поэтому жениться даже очень плохо. На самом деле. Ваша жена тоже согласна? Понимаете, я уже не помню. Была она согласна. 22 года жена. Понимаете? Но, теоретически, так оно и есть. Да, закон такой, что совершенно нечего голову морочить. Да, конечно, наши юристы женщины, если кто-то посмеет в их присутствии упомянуть такой порядок с печеньем, водкой и селедкой, они могут не понять. Могут. Ну, значит, здесь действительно, зачем тебе нужно прибавлять еще одну женщину просто наложницей? Тем более, что наложницы. Это тяжелый такой вопрос в логическом. Это такой непонятный статус. Вообще непонятно, что это такое. Потому что существует два варианта текста. В Талмуде в трактате «Сангидрин» во второй главе, где говорится, что по одному варианту текста наложницы имеют кедушин, то есть они все-таки посвящаются с помощью кольца в присутствии двух свидетелей и запрещаются всему остальному миру, но при этом не имеют кодубы, то есть не имеют брачного договора и тем отличаются от жены. А есть второе мнение, что они не имеют ни кедушина, то есть не запрещаются всему миру с помощью кольца в присутствии двух свидетелей и брачного договора тоже не имеют, и поэтому второе мнение получается, расположен это просто договор женщины который живет с тобой по договору и ходит в миг все единственное что ну понятно из них это город истребление души когда просто а вы сказали что она не запрещается получается так что по второму мнению получается что она не запрещать другое дело другое что у нас есть договор а нам этот статус теряется но это все на славу все разговор поэтому сегодня конечно с точки зрения галахи это никуда не годится никаких наложниц нет никто их не берет потому что есть в охоте тяжелый спор между рамбом и всем остальным миром и монет вообще говорит рамбом что эти наложницы разрешены только еврейскому царю вообще а какому еврейскому царю должен отказался быть царем а вот у него наложница а объяснять сэпкаро кесарь лично я там быстро перепусти сухию вам быстро быстро рассказать кесарь лично и сэпкаро со стариками шлухомором в комментариях храмом он говорит это на самом деле тут называли словом наложницы не настоящее того очень часто называли словом наложницы отпущенную раввину что это такое когда покупали маленькую девочку вытирать пыль а покупали для чего не того чтобы она была рыблина а для того чтобы она воспитывалась у меня дома вместе с моими старшими сыновьями они как вместе вместе росли и потом уже с моим воспитанием как мне нравится она за моего какого-то ребенка выходит замуж когда она взрослее то есть вот такой вот был комбинат еврейского брака когда я беру себе девочку на воспитание я не смотрю я здесь занимаюсь воспитываю в своем доме как мне нравится один из моих сыновей какой-то момент на ней на этой девочке когда вырастет жить этих девушек тоже называли наложницы почему потому что уж точно для них не устраивали никакой свадьбы потому что она уже давно дома деньги за нее уже отданы ее отцу и эти деньги становятся кесарки душин становятся деньгами которые обычно платят за кольцо которые потом надевают на палец то есть она автоматически переходит из статуса служанки так сказать в доме или там просто дочки такой вот который взяли из другой семьи девочки статус жены поэтому их называют очень короче говоря тяжелый галактический вопрос зачем она была нужна наложница в качестве вот именно наложницы почему не жениться у него уже до кучи этих жон было бесконечно здесь мы видим что маленькая шероховатость маленькая ошибка маленькая с точки зрения голодки правильность может привести к катастрофическим результатом гидон не захотел жениться на этой женщине то ли она ему отказала и она не захотела то ли таки да он сам не захотел но в итоге он на ней не женились но так немножко побыть с ней он так с ней погон она некоторое время была его наложницей и причем это происходило все в другом городе может быть это было связано еще и с этим что она не хотела покидать свой родной город шхем который сейчас выходит на первый план это очень важное место на святой земле место в котором как вы знаете всегда происходит неприятность так вот в этом городе шхеме родился адемен и и имя которое им удалось видимо насколько можно понять было призвано дать некое исправление саму идею политики самой идеи руководство которое осуществляется одним человеком именем которого все здесь называется объеме на мере лишь кинца и перестимы он великий политик хитрец невероятно он никогда ничего не делал жестко никогда не показывал никаких грубости как он общался с авраамом как он общался с хаком вспоминаем это был хитрейший самый скользкий из всех людей которые мы знаем это был один из самых страшных врагов но при этом это был человек который всегда был везде зван он приходил например абрамов гости когда исхака отнимала санта буди там два года и великие пиры а именно был среди самых-самых почетных гостей он везде просачивался он везде был желатым гостем потому что делал себя очень очень хитро великий политик и видимым кидом почувствовал в том числе и пророчески одарённым человеком не пророком а пророчески одарённым что этот ребенок особенный ребенок который родился в городе шхем от этой наверное особенной какой-то женщине которая не стала живой триумфатором великого еврея этот ребенок будет обладать особенными способностями именно в области политики а поскольку это не кто-нибудь а ребенок и дон большого человека великого еврея то наверное этот ребенок если ему дать имя алимера он будучи великим политик сможет наоборот вести себя красиво и все свои политические способности употребит во благо получилось ровно наоборот а и объеме на царь перестимля по сравнению с объеме на там сына и дона это может быть еще и такой плохой были события развиваются следующим образом в некоторое время после смерти гидона объеме появляется в городе шкен в своем родном городе где он до этого ходил чем рос идеологически идеологически политически развивался он приходит руководство города и заявляет гораздо лучше будет вам если я буду один властвовать на паре чем 70 моих братьев какая идея и люди начинается сперва еще хочется да он родился в шкене он земляк людей которые руководят его они его помнят кое-кто помнят его еще человек еще как его колясочки возили какие-то грамматические такие данные конгресса шкенского штата да и вот он значит появляется с идеей захватывалось причем не со своей стороны он утверждает что власть в стране будет заплаченной 80 братьев вот это мы собственно что мы говорим вы хотите чтобы вами командовали 70 идиотов или один умный человек вы представляете себе что такое 70 человек которые никакого отношения к вам не имеют это они не понимают вас они не из вашего города они чужие люди абсолютно они сейчас будут заплатывать власть потому что они все сыновья гидрона они все самые 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 лучшие и важные а я что я недостаточно законный ребенок и поэтому я не с ней действительно отношение к этому обмелуху со стороны его братьев скорее всего ну напрямую это не говорится но оно какое-то не самое блестящее потому что они все отдельно 70 человек а он совершенно они никогда никуда не забудут не приглашают то есть они сами себе и он сам по себе почему потому что они вот официально вот а вот так отнялись женщины но не могу а мы не шел вам вам все просто не официально не красиво не торжественно без свадьбы так где-то кого-то прижили надо отметить что руководство города шхин не восприняла эти угрозы захвата власти со стороны 70 сыновей гидрона очень уж серьезно и поэтому пришлось посылать целую делегацию братьев его матери мама там не было куча всех родственников мамашек среди йога собрал но стропали как все это объяснила как он будет лоббировать их интересы какие они вообще будут все молодцы в этом городе шхин и они быстренько пошли руководство города и уже сами стали от себя рассказывать что у них тоже есть информация что вот-вот грянет буря нас будут захватывать алименов это же это же это же голова это же какой человек он нас всех здесь от всего защитит и прикроет но для этого он должен конечно прежде всего защитить нашу страну от захвата власти со стороны 70 сыновей гидрона сначала надо подавить попытку вот этого вот вооруженного переворота хунту не допустить вот это первое что надо сделать говорят дитья и тогда ему выделяется 70 серебряных монет живым кесов небольшая то есть сравнительно по сравнению к туба вы знаете сумма кто были 50 серебряных монет то есть если мы сейчас мы видим там по нашим временам где-то 5 тысяч долларов мы считали как раз получается в туба где-то 8 тысяч долларов по нашим временам это все естественно не учитывать покупательную способность тогда это была довольно большая сумма ему дают эти 70 серебряных и и и отпускают обмен очень интересно что руководство города живет оно себя покажет неоднократно таким образом оно не идет вместе с обменоком подавая подавлять восстанец и вместе сновиденом никто с ним никуда не ему ему только выделяют деньги и как бы таким образом говорят а мы не знаем что будет дальше к нам дальнейшими никакого отношения ты получил финансирование и мы думаем мы думаем что ты сейчас с этими деньгами например приедешь в семидесяти сыновья он 70 серебряных 70 серебряных 70 серебряных вот это самое каждому по монетке всех успокоил со всеми договорился подкупил и вот допустим мы так думаем они все прекрасно понимают что будет но у них должна быть официальная версия зачем выделены деньги деньги выделены для того что провести мирные переговоры чтобы каждому из сыновей Гидона дали по монеточке успокоить восстание и везти в порядок стране все на это выделили больше нет Гидон нанимает настоящую банку разбойников просто вот людей которые во первых больше чем любви кроме как заниматься разбойниками разбойники хоть свои были наши но везти зачем нам чужие у нас своих хватает а какого восстания не говорили никакого восстания не было семьдесят сыновей Гидоны сидели кушали и запивали и вообще не нужно было ничего это была стратегическая информация утка которая очень здорово раскрутила элементы причем это можно было раскрутить так что отовсюду везде вообще везде говорили вокруг города и везде уже говорили что скоро скоро нас придут закладки ну хорошо он нам набрал шайку разбойников и с этими людьми которые называются рекиму похозим пустые и торопливые очень интересное слово похозим торопливые на самом деле ничего плохого вроде потому что человек активный торопится куда-то ничего такого плохого нет тогда из самых плохих слов назвать людей похозим по-еврейски это скорбить дохлубивыш что такое почему торопливые называются таким страшным оскорблением вы знаете то же самое написано про бариниев знаменитых про людей которые во времена второго храма когда была осада и римляне осаждали Иерусалим сожгли с слабостью и устраивали эту войну война до победного конца лучше убирать стоит чем жить на коленях вот это все некошерное идеологическое основание которое они выдвигали значит все это называется похозим то есть их говорит Раша говорит что они нашим похозим на верхнем пустые люди торопящиеся воевать то же самое абсолютно ну собственно Раша это отсюда и берет то есть Раша берет вот это вот определение воюним вот этих хулиганов которые устраивали безобразие во времена второго храма поджигали склады с подовольствия и натравляли евреев на Римлян Раша берет их определение вот отсюда именно из этой 9 главы где собирают Авинела всю эту чудовищную компанию бандитов этих бандитов специально инструктируют готовят раздает им деньги и он с помощью этих бандитов убивает своих братьев 70 человек на одном камне говорит 70 человек убито на одном камне это означает что их потихонечку где-то одного украли в определенное место где ждал Авинела и похоже на то что он их убивал лично что вот эти бандюги нужны для того чтобы держать этих братьев Авинела не отказал себе в удовольствии прирезать 70 своих братьев своей собственной рукой вот это вот начало его блестящей политической карьеры по-моему наверное ну может быть несколько более эффектной чем у многих других политиков но из-за того что он был обижен из-за этого то ли из-за того что он был обижен то ли из-за того что он просто хотел власть вы понимаете ведь Гедону то предложили быть царем его папаши мы же с вами получили и папаша с великой своей скромности и праведности отказался и сказал пусть это всевышний вами царство и не мой сын и а им был очень обид что папа отказался от этого опасного сейчас мы с вами неожиданно узнаем что вопрос монасты стоял с первого судьи из всех о которых мы говорим мы сейчас с вами неожиданно узнаем что переговоры о том чтобы ставить кого-то царем на территории все таки сделать государство с царем эти переговоры шли изначально как мы узнаем с вами потому что когда пришли за семидесятым все было очень хорошо организованно семидесятый брат Йота сбежал он успел скрыться его не схватил то есть убили на самом деле шестьдесят девять человек то есть сначала написано что как бы семьдесят человек убили очень странно семьдесят человек а Йота сын Ерубала спас то есть имеется в виду что был план убить семьдесят человек уже практически план был сделан но в последний момент какая-то осечка случайно спасла этого юношу был совсем молодой человек последний сын Едом руководство города шхем собирается в центре города и устанавливает даме Мелеха царь дом над Израилем да это не очень известный факт мы стараемся линусировать не часто упоминать но этот факт имел место это был первый царь Израиль он был конечно не настоящий не официальный богопротивный не принятый еврейским народом большинстве и царствовал он исключительно силой просто потому что он узурпировал это царство но он был царем три года и три недели не три месяца а три года этот человек как будто бы считался официальным царем здесь тут была некая политическая запроска связана с тем что еврейский народ и Гедон предложил чтобы царство он и его сын предложили Гедон как бы его отклонил и скромность и все это здорово но еврейский народ это предложил теперь есть как кто-нибудь кто может поспорить за имела да, есть маленький ребенок есть ее там но есть он или нет где он есть спрятать спрятать а так единственное кого видно из сыновей имела и кто готов уже прям голову под корону отставит это ему имела ее корону на голову и одели ее там сын Гедона последний когда он об этом узнал он устроил совершенно не армию ну понятно что он жизнь свою рисковал когда он устраивал но видимо настолько важно было ему довести до сведения города шхем и его жителей и его руководства то что он хотел бы сказать что в этот самый момент когда произошла коронация на горе Герезим который находится рядом со шхемом появился ее там и то ли в рупор то ли он чуть-чуть спустился вниз чтобы было слышно то ли голос у него был такой язычный начал орать вниз празднующему подножие горы людям некий текст текст был очень знаменитый который потом передавался ему суставы мальчик был он закричал слушайте меня хозяева шхема и пусть слышит нас Бог пошли деревья поставить над собой царем оливы олив к оливковому дереву обратились деревья чтобы поставить над собой царем а им оливковое дерево отвечает что я должно прекратить свою маслянистость жирность которую мне прекратить быть вот такой вот плодоносной чтобы мною почитались получать уважение Бог и люди и что я должна теперь пойти лануа это айци удивительное выражение двигать дрова двигать деревья ну изменить царство это деревья но это очень интересное определение власти которые Юта изобретает лануа это двигаться движение словом на вы знаете что каин шапун и бродя китайцы так вот двигать деревья вы хотите что вместо того чтобы приносить маслянистые плоды из которых делается оливковое масло я говорит олива я пойду двигать деревья что значит двигаться двигаться вокруг деревьев имеется ввиду что политика руководства деревьев в данном случае это постоянное движение ты постоянно должен себя изводить какими-то тонкими политическими ходами и из-за этого ты не можешь делать то что ты в действительности делать призмом свой талант ты не можешь применить потому что ты постоянно заменимаешься общественной работой когда я шел говорит про юг дата может давай уничтожим что это означает давай посложим на них общественную работу они сами потом потому что вот эта работа с людьми с людьми как говорят известно с этим она практически полностью западный человек и то что он мог бы сделать хорошего для тех же людей он уже сделанным состоянием все его способности возможности таланты все уходит на то чтобы без конца маневрировать умерить этих семей не попасть под удар и что про него не рассказывали то чтобы не украли здесь и не обвинили его то есть он постоянно занимается всем вот этим вот делом которое называется политика уже больше не на что сегодня поэтому говорит олива ее там объясняет олива отказа это намек на первого судью это от неели из колена иуды великого тумудиста оказывается ему да предлагают оказывается шур и мура какие-то переговоры шли ты такой великий спас еврейские народы от очередного нашествия давай царем поставить роды же были задаваны на эти разговоры нужно это судья диктатура правосудия потом они пошли к фите жиром и сказали и ты царь вот такой значит это двор ты знаете что одна из отраслей и бизнеса двора были эти фиговы плантации она была очень богатой женщиной ты идица она говорит что я должна прекратить свою сладость и свою приятность благую я буду вот это вот мучиться бегать вокруг этих деревьев двигаться с этими деревьями оказывается дворе тоже предлагали женщин предлагали корову отказалась тогда сказали деревья виноградники намек накидона потому что колено Иосифа сравнивается с виноградником там есть аргумен написано значит на папу на своего намекрая иди царствуй над нами и виноградник отвечает дай я могу прекратить свое прекрасное вино которое радует бога и человеков и пойду двигать эти дрова эти деревья заниматься и тогда деревья обратились к Атану кто такой Атану это некая разновидность верблюжьей колючки вот к ней тогда обратились деревья всем своим сообществом и калюди ты и царство данное большее обращаться вроде бы как бы некому все уже кандидаты правильных закончились остался верблюжья колючка и тогда сказала верблюжья колючка обращая деревья если вы в действительности хотите установить а значит что это потому что еще вот в отличии от всех остальных колючки условия вот это надо отметить что колючка если вы действительно хотите меня поставить царем идите и спрячьтесь в моей тени ну колючки ну колючки нет тени прогнозирую ему объясняют нам наши комитары о чем тут разговор а речь идет про какие деревья какие деревья хотят вообще поставить царя о каких деревьях идет речь оказывается и а если нет если вы не хотите по-настоящему по-настоящему меня поставить царем то тогда выйдет огонь из колючек и пошлет кедр ливанский очень поразительное видео кедр обращается и колючки я с удовольствием пожалуйста все что я могу сделать для вас вместо этого знаете что если в действительности хотите ладу но у меня есть условие вы должны радоваться получать удовольствие находиться в моей тени вы должны быть все в моей тени говорит как это может быть а вот все вот эти кедры несмотря на их высоту не замечательно они должны все вниз наклониться и своими кронами под эту колючку подлезть и вот в таком состоянии на карачках останется и тогда колючка будет или царствовать а если они будут продолжать вот так стоять на хайл выше колючки то что это называется это не называется поставить царя если ты хочешь поставить царя ты должен на голову его валяться иначе зачем тебе царя так просто чтобы заблобировал проинтерес ничего не получится к ноге обращается колючка к кедры и более того если вы не хотите по-настоящему то я не просто отказываюсь и не просто у нас с вами прекращается отношение выйдет огонь и пожрет эти кедры то есть колючка загорается а значит то он горит вам будет плохо хотя бы потому что вы ко мне обратились со мной связались или вы будете у меня в ногах валяться и вы все сгорите так рассказывает ее там стоя сверху обращаясь к присмиревшим и внимательно слушающим вот внизу аудитории и дальше он очевидно разъясняет то что если в действительности и по простоте душевной вы это сделали поставим алимен это царем говорит и если вы считаете что таким образом вы сделали благо Ерубаалу и его дом и что вы вернули ему то что он для вас сделал вы отплатили ему то что отец мой за вас воевал и отдавал свою душу за вас и спасал вас от медьян а вы встали сегодня над планом отца моего и убили и говорит его там его сыновей 70 человек на одном камне он же 70 но учитывая что убитый 69 его братьев он как бы практически уже не считает себя живым он понимает что так или иначе рано или поздно с ним все таки раздел с колючками поэтому считаю что 70 человек будут и вы поставили царем сына рабыни вот здесь он продавал буквально вот одно слово из которого мы знаем что взаимоотношения только из этого слова взаимоотношения между братьями 70 и сетки таки да блестящий потому что она никакая не равная была ничего себе оговорочка нахожница это совершенно нормальная рождал дебаты политические дебаты 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 так вот эти дели дебаты завершаются тем что авеменлах объявляется сыном рабыни а рабыня совершенно другая история это не еврейка которую окунули во имя рабства она является рабыней полуеврейкой настоящей еврейкой не называть вообще совершенно другой статус он показывает очень определенное отношение к всей этой истории с папой который завел себе даму в городе и если это так если вы так это сделали если вы считаете что все справедливо тогда радуйтесь савеменлаху и он пусть радуется с вами говорит герман а если нет если это не настоящее восстановление царя если вы здесь делаете какую-то ошибку тогда будет огонь из этой верблюжьей колишки под которым мы подвесились выйдет огонь и пожрет хозяев шхема и дома центра города где они стали его царем и выйдет огонь из хозяев шхема и пожрет то есть он фактически с горы проклинает и руководство города потому что они вот это все сделали потому что надо понять что конечно руководство города могло догадаться что произойдет выделяя когда не выделяли деньги после этого я там все таки удается бежать видимо стреляют скрывается за кочками туда сюда он все таки убегает убегает довольно таки далеко и там в изгнании далеко от этого места пережидая все последующие события руководит еврейским народом в кавычках в течении трех лет дальше написано следующее бог посылает дурной дух пронежь Авимеллах и хозяевшим руахрам тогда нужно было чтобы специально дворец занялся вот этим делом то есть изначально Авимеллах вел себя идеально аккуратно с руководством города Шхем благодаря которому он стал царем он их очень очень хорошо поддерживал как обещал защищал от всего он собрал вокруг себя некое подобие армии он вообще сделал Шхем как бы столице страны и поэтому он очень был осторожен в отношении с этими людьми до того что дворец вынужден был так получилось что дворец специально послал какие-то плохие взаимоотношения то есть он испортил дворец выше в качестве наказания для Авимеллах в качестве результата его проклятие которое было высказано испортил взаимоотношения между Авимеллахом и руководством Шхем что происходит очень интересно что Авимеллах он ни в коем случае никаких претензий этому руководству сам не пределял ничего плохого им сначала не делал он аккуратненько выехал из города и поселился неподалеку в другом городе со всей своей бандой разбойников которые в этот момент он собрал никакого политического переворота в Шхеме он не сделал он пытался как велико возможно сохранить мир с этими людьми которые ему когда-то помогли его поставить они были больше не довольны чем он руководителем города тогда был человек по имени Зву этот человек по имени Зву играет важную роль в этой страшной истории что происходит дальше руководство Шхема все таки не доволен тем что они поставили царю Анумерлах и они пытаются его подстеречь они сами нанимаются этих негодяев эти негодяи располагаются на дорогах около того города где находится Шхема и пытаются выследить все свои кругом только свои роды и они выслеживают Анумерлах кто предупреждает почему предупреждают потому что эти негодяи не могут просто так сидеть и выслеживать это в наше время есть профессиональные убийцы люди которые убивают политические действия они потихонечку грабили и и довольно таки быстро стало известно что они там сидят и естественно там близко не появились и опять вместо того чтобы собрать армию и войти с этими хулиганами которые его подстерегают разобрать он их не трогает это политик с большой буквы и он очень аккуратно себя ведет до тех пор пока возможно лагировать он лагирует он никого не трогает но тут происходит нечто внешнее в городе Штем появляется человек который зовут Галь Галь сын Роба это просто вот мордоворот в самом таком конкретном смысле этого слова человек который только умеет наводить страх на окружающих драться он сын Роба и он так просто с небольшой компанией с ограниченной компанией своих родственников таких же как он Гранил ходит по святой земле в данный момент видите какая очарательная обстановка там где-то дни негодяи сидят здесь другие негодяи эти негодяи сидят значит а? в дикий ближний восток очаровательный очаровательный вот они приходят туда в город Штем Галь все это кто Галь приходят со своими страшными гранилами и видишь что в городе настроение такое сложное что вообще люди в городе они недовольны обеменами вот мы его поставили а вот это не то это не так это претензии всякие и он действительно говорит слушай о чем мы собственно о чем действительно вы похлажали этому и аммелоху служите этого аммелоху вообще надо его снять за него надо его развенчать король почему мы вообще должны ему служить вот например говорит Галь раньше город Шхем принадлежал Хамону помните Хамону который собрал Диму Шхем сына изнасиловал Диму все 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 почему мы родственникам Хамона не отдадим этот город это же изначальный город принадлежал Диму что он хочет сказать дурак дураком мордоворок мордоворок но идея здесь имеется вы почему шхема поставите потому что он земля он из шхема а я вам сейчас приведу людей которые еще раньше его в шхеме жили родственники Хамора со шхемом недобитки которых живо да вот я сейчас их вам приведу что чем они хуже чем они они тоже землячки на 4 не годятся и этот не годится тоже зачем он вам такое нужно через брать убил своих собственных вот ну в общем они достаточно недолго он проводил эту политику закончил с тем что жители города в некотором смысле обновили то есть они начали выходить из города совершенно свободно в поля которые рядом с городом и там собирать урожай там были колоссальные совершенно шикарные виноградники они собирали там этот виноград и значит начали изготавливаться сезон виноделья а сезон виноделья значит там уже хорошее настроение все уже были в замечательном состоянии в том числе этот гааль со своими гранилами и в городе начался такой сезон беспорядок мягко говоря а? фестиваль да начался праздник и праздник этот был вот такой вот праздник непослушавший что он где-то там сидит царь мы сейчас этого царя да еще еще по одной за то чтобы голову отрезать и вот так замечательно что звук руководитель города подожди вдруг решил проявить уважение к своему прежнему другу амегат потому что он увидел что тот кто явился после он уже был гораздо хуже чем тот который был дохл поэтому вот эта вот компания негодяев которые опиваются и валяются там это все и абсолютные беспорядки в городе были для этого начались что это хуже чем амегат поэтому звук он решает словировать что он хочет сделать это руководитель страшно умный он хочет столкнуть вот этого вот грамилу гая с амегатом чтобы они где-нибудь перебивали друг друга и после этого значит кто останется тот уже не будет так страшным для города это в любом случае есть группа амегатом у него своих негодяев помог этот гая с гранинами плюс еще часть жителей города на его стороне и это все как-то беспокоит так как надо делать надо их столкнуть в упаде там они как следует друг друга измотают дикое количество народу перебивают и те кто останется они уже не будут так опасны это его простая идея что он делает он высылает прекрасное письмо амегатом водитель города приходи родной спасай потому что пришел гранила говорит ужасные вещи про тебя а мы же на самом деле твои родственники мы же на самом деле тебя любим на самом деле в одно прекрасное утро когда продолжается праздник в городе Гааль вместе со Зулем громилы вместе с руководителем города они стоят на стене и Гааль видимо очень очень плохо себя чувствующий очень очень трудно он смотрит на окружающие холмы так не может различить что-то там происходит какое-то движение что-то то ли люди какие-то то ли бараны сползают с холмов но у него немножечко перед глазами так плывет даже сколько времени уже продолжается праздник и он спрашивает у Зуле слушайте а что ты такой это люди что ли люди что ли с холмов спускаются люди да это тень с холмов спускаются а не люди пить надо ли ну вот так он будет отвечать через некоторое время уже становится очевидным что люди окружают город с разных сторон и это люди и тогда звук говорит этому а вот ты над ним издевался а ты говоришь голову отрежем все это самое с ними мы вас занимаем дом ну вот иди снимать вот иди воинский вот он пришел Галь в принципе готов пьяного моря по колено он собирает всех кого мог собрать выходит из города встречает авимела там и терпит сокрушительное поражение авимела подготовившийся хорошо умевший не только лавировать но и вести битвы всю эту шпану сначала разогнал потом маленькими кучками перебил но опять таки в город не пошел в город не пошел и аккуратно остановился недалеко от шляп просто остановился не берегу а что получилось ведь руководство города выгнало его когда руководство города вынудило его царя покинуть город тогда у него не было достаточно сил или не было уверенности или это не был неправильный политический момент а сейчас правильно что произошло думая что теперь больше никакой войны не будет никаких неприятностей и что савимела благодаря тому что звуль с ним же помирился руководитель города с ним же все будет хорошо жители города выходят из города в очередной раз свои замечательные виноградники город чуть ли не открытым остается и вот в этот момент амимела окружает жителей города и начинает методично убивать убивает сколько сколько может убить остальных преследует городских стен входит в город учиняет там страшнейшую резню убивает всех абсолютно кого он только мог найти после этого он не просто разрушает город и сжигает его он как это было тогда часто ну вообще принято это такой замечательный обычай засеивает город солью чтобы ничего не выросло чтобы это были вечные развалики засеивает весь шхем солью ничего не остается в городе но есть еще же пригороды какие-то сейчас разные города есть еще маленький городок рядом с шхемом где люди тысячи человек всего тысячи человек живет в городе и мужчины и женщины всего они пытаются убежать от озверевшего царя в лес но не привыкли знаете еще недавно когда медьян набегали приходил на территорию скотой земли евреи скрывались в лесах убегали из своих домов и скрывались в лесах а что они там делали в лесах была такая технология значит когда много-много деревьев гурелом внутри этого гурелома делается площадочка а сам а сами деревья так с друг дружкой связываются и получается нечто вроде такой вот стены которая окружает площадку и внутри этой стены большую-большую площадку где-то внутри там они решили спрятаться а домерах лично как и со своими братьями он все делает лично он говорит своим людям а всем своим солдатам делай как я очень плохо и набирает хворост хорошего такого сухого валерника и несет эти все ветки сухие ветки он несет на плече вся компания вместе все эти солдаты они тоже с ветками прибегают в одно и то же мгновение к этому месту в лесу очевидно что замечательно была наладана система предательств и информирования потому что как только они там забились буквально мгновенно он узнал об этом лесу об этих людей об этих людях он прибежал туда с этим грузом веток все это было тут же мгновенно быстро обложено ветками подожжено и все там саживно сгорели тысячи человек рейджер 9 так он разделался со шхемом и со всеми его окрестностями и если бы он не решил продолжать свою замечательную захватническую войну дальше покорять святую землю может быть может быть все для него так ужасно не закончилось но он пошел дальше он после того как были сожжены эти жители пошел в следующий город и город маленький назывался царем и он решил захватить жителям нет они его не приняли царем и он взял город и остатки жителей собрались в башню в башню в башню защищая и конец алимолова такой очень неожиданным для первого царя в нашей истории был такой он решил опять лично сам поджечь эту башню не хотел он посылать какого-то своего оруженосца или слугу он решил сам прикончить эти остатки вооруженного сопротивления его власти и он взял в руку факел и ничего не боясь то ли чувствовал себя прямо заговорил пошел к этой стене и какая-то женщина просто женщина которая с ужасом наблюдала за всеми этим событиями скинула сверху верхнюю часть от жернового это такой камень гладкий который кладется на нижний камень и потом его крутят и значит делают муку и жернов так вот этот верхний камень жернов она сбросила сверху а вот на какого-нибудь плохого попадет она проломила голову этим камнем от жернов и человек это страшный человек остался верным все это последние минуты когда он уже умирал с этой проломленной головой он зовет к себе своего роженосца и говорит убей меня я не верю чтобы не сказали что меня убила женщина вот это для него что ну какая разница ты уже с проломанной головой откуда он знает что то ли он увидел то ли что он знал что это женщина видно было видно как а мы сказали по-видимому сказали да сообщить да он знал что это женщина он не сразу умирал то ли он понял что что куском вас жерновод сверху не могут бросаться солдат рядовая армия она будет стрелять его из лука куски от кухонной утвы ну куски от кухонной утвы сверху бросать домохозяйку хорошая домохозяйка решила пропадает это самое и начинает предмет посуды бросаться так да его это слуга успел его и он умер от руки своего и они от руки женщины которые бросили на голову кусок живут вот это вся история естественно наш вопрос который мы с помощью в следующий раз обсудим вот это все замечательное полотно масса да зачем все это написано в святой что мы должны мы не знаем что история человечества изобилы душевыми которые ходили по головам для того чтобы достичь власти мы в курсе это известнейшие факты но как нам хотят что-то здесь сообщить простой шаг простой смысл этого всего он более-менее очевиден нам показывает как началась и закончилась монархия на территории святой земли какой был первый опыт строительства государства у нас на территории святой земли вы понимаете что судьи эпоха судей это еще не государство потому что оно не централизовано по-настоящему это просто люди которые вот есть судья который в принципе разрешает конфликты он где-то сидит и дает какие-то галактические рекомендации в какой-то момент он может возглавить армию для того чтобы спасти но в общем это 12 коллег у каждого из которых есть свой синедрион у каждого из которых есть свои дела мы об этом будем говорить когда будем говорить про чей-то гражданскую войну между коллегами это была совершенно такая вот а как бы общинная структура из 12 общин из 12 коллег которые жили вместе и все понимали что они имеют общего предков правца мякова и вот вот такое было общественное устройство но это не государство это не единое суд и мы все это еще с Божьим помощью сейчас если можно давайте прервем запись умей сообщить все это есть все это вы